Ой, мой дорогой! Кстати, про лысых мужчин, кстати, говорят, я сразу вот это вспомнил. Да, вы знаете, это же целая история. Это мне? Да я из метро выходил, бабулька букетик продает, но я купил, чтобы ей помочь. Если тебе нравится, возьми себе, куда-нибудь поставь. А если нет, мы можем выкинуть. Да не, ну что ты, спасибо. Был этот проект, где Макс был ведущим, а я все время разные образы у меня были. Я все страдала, что я там практически одна артистка, кроме Меркурбанова. И что все остальные певцы, а я не пою. И у меня все время трагедия была, потому что я думаю, зачем меня позвали? Я не могу соревноваться, но они же профессионально делают. Я могла только актерское пение, и Макс меня все время успокаивал. И мы все время говорили, Макс, ты на точке? То есть когда снимали. И поэтому я все время начинала, Максим, встань на точку. Максим, ты на точке? Ааа, слава богу, ты на точке. Ну, в общем, это была долгая там история. Я шутила-шутила про точку, потом еще про что-то. И потом у меня был образ невесты. Где я была невестой, от которой то ли жених убежал, то ли не умею. Не помню уже, как это все было. И Макс сказал, Ань, ну наконец-то ты в платье, я могу на тебе жениться. Я говорю, ну сделай уже это. И начали разыгрывать дальше эту историю. Говорю, Джина, ты вообще как себя ведешь? Я говорю, ну дома поговорим. Ну и начали, просто мы стебались, как могли, естественно. И на следующий день мне позвонили из семи дней. Да. Или из Комсомольской правды. И сказали, а это правда, что вы жена Макса Аверина? Говорю, Господь, с вами. Вы что, не понимаете, это юмор, это стеб. На что, значит, Макс потом, когда мы встретились, он сказал, а ты знаешь, что про нас в Википедии просто написали? Он говорит, я пытался, ну как-то он исправлял это. Я говорю, ну ты исправь, потому что... Смотрите далее. Получила ли шутка продолжение? И теперь, когда Аверина звонит мне, или мы встречаемся, он говорит, ну жена, как ты? Я говорю, муж, скучаю очень. Как снимали наш любимый скетч-ком. С одной стороны, значит, складывала я грудь, с другой стороны, Евелина, он говорил, Господи, кто бы меня сейчас видел? Каково сестрам жилось в годы популярности главы семьи Игоря Старыгина? Они караулили, ждали. Караулили, ждали. Выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. И чем Евгению Додолеву удалось удивить Анну Ардову? Да. О-о-о! Ну и все, теперь, когда Аверин звонит мне, или мы встречаемся, он говорит, ну жена, как ты? Я говорю, муж, скучаю очень, я скучаю по тебе, муж мой. А приходилось страдать от каких-то слухов другого рода? Были, были какие-то истории, конечно, неприятных, много было, естественно. И я сначала на это очень болезненно реагировала. Например, была история, когда меня так смонтировали неверно. Пришли на одну за всех, где я играла боксершу, которая очень ревнует мужа. И спросили меня, как вы относитесь к Евелине Блеттенс, и что бы вы сделали, если бы она приставала к вашему мужу? Я говорю, вы знаете, Евелина прелестный человек, моя подруга, и я не представляю себе, чтобы она приставала к моему мужу. На что мне сказали, а вдруг бы она, а если бы она приставала к вашему мужу, вашей героине, что бы было? Я, будучи в боксерских перчатках, сказала, да ее бы я убила. Дальше монтаж. Они спрашивают, да. Они спрашивают про Евелину, а потом берут вот этот ответ моей героине, где я в роли. Я этого не видела. По телевизору, но мне стали подходить люди через какое-то время, говорят, ты что, так не любишь Евелину? Ты к ней плохо относишься? Я? Я говорю, я обожаю Евелину. Когда я узнала, что утвердили Евелину на мою, эту силиконовую, я была счастлива, потому что я ее обожаю. Мы репетировали спектакль вместе. В чем дело? И потом мне рассказали. Я, конечно, ужасно переживала из-за этого. А потом я поняла, что если я буду реагировать на все, что говорят про меня, за моей спиной я сойду с ума. И я поняла, что это факт личной биографии тех людей, которые говорят. Энжи, детка, привет! Здравствуй, Крис, крошка, муа, муа, муа. У нас получилось. Я была в парикмахерской, там все обсуждают нас на обложке журнала. Вот, смотри! И это мы. И у каких хорошеньких рублевские жены под гнетом у дом работы?